Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение Псалтири Царя Давида. Господи, помяни Царя Давида и всю кротость его. Сегодня мы будем читать 73-й Псалом, который относится к разряду Псалмов учения Ассафа. Этот Псалом очень печальный для еврейского народа. Здесь мы смотрим по православной толковой Библии. Еврейский народ по этому Псалму представляется отринутым Богом. Это первый стих. Святилище, то есть храм разрушенным. Третий стих. На земле всюду господствуют враги. Четвертый стих. Сам храм сожжен. Седьмой стих. Среди народа нет пророков, как вестников воли Божией. Девятый стих. Актуально, кстати, для наших времен отсутствие пророков. В нашей ситуации это отсутствие старцев. Старческий чин оскудел. Всюду царит насилие. Двадцатый стих. Такие черты состояния еврейского народа нашли полное осуществление после нападения и разрушения Иерусалима на Вуходоносором. Когда вся земля была опустошена, храм сожжен, всюду царили халдеи, и пророка у евреев не было. Надписание этого псалма по септуагенте в научение, то есть здесь содержатся некие назидательные истины, ассафа. И по-церковно-славянски разума ассафу, то есть научение или мысли ассафа или ассафу. По еврейскому тексту дословный перевод будет «вразумление от ассафа» и далее идет само «вразумление». Давайте посмотрим, как это звучит по септуагенте. «Почто отринул Божие до конца, возъярился гнев Твой на овец стада Твоего». Здесь очень выразительный глагол «отринул», то есть как бы отбросил. Как ребенок, который совершает что-то дурное, но все равно бросается в объятия матери или отца, родители отбрасывают его от себя. Это усиливает как бы его скорбь. «По что отринул Божие до конца», то есть как бы нет надежды, «возъярился гнев Твой на овец стада Твоего». «Вспомни сон Твой», то есть общество Господне, весь народ Божий в нашей ситуации. «Вспомни сон новомучеников-исповедников российских, вспомни сон оптинских старцев, киево-печерских старцев. «Вспомни сон Твой, который Ты из древней приобрел, искупил в жезл», в жезл, по-славянски «жезлом», то есть упас их во спасение, «достояние Твоего». «Сию гору Сион, на которой Ты вселился». Сион в христианском прочтении – это образ церкви. «Подними руки Твои на гордыню их до конца», то есть нанеси последние удары погрешившим. Это по Феодориту такое объяснение. «Сколько зла наделал враг во святилище Твое». А как враг проник во святилище, это значит, были недостойные пастыри и архипастыри, которые мерзость запустения посеяли в Доме Божьем, как и пророк Даниил об этом пишет. «Подними руки Твои на гордыню их до конца, сколько зла наделал враг во святилище Твое. И как похвалялись ненавидящие Тебя среди помазанника Твоего. Они поставили знамения свои, а знамения наших не признали». О чем это? То есть некое празднество врагов церкви, которые вывешивают свои полотнища, знамения, но наших знамений, хоругвий, не позволяют, чтобы они развивались на улицах наших городов. При выходе славянское в исходе, то есть над воротами города Иерусалима и храма, они при выходе из святого города поставили свои языческие знамения. До сих пор кроваво-красные звезды украшают Кремль, бросая тень. Что же это за украшение? Воинство небесное, скорее, дьявольское. Хорошо, что икону Спаса вернули на Спасские ворота, но ещё не везде наши знамёна и наши хоругви свободно развиваются при выходе и при входе. При выходе наверху, как в лесной чаще, посекли секирами, все двери его топором и ломом разрушили его, то есть ворвались в храм язычники, как лесная чаща разрушенные святилища, топором и ломом разрушили его, как топором и ломом разрушали русские иконостасы, а здесь говорится об Иерусалимском храме, сожгли огнём святилище твоё, осквернили жилище имени твоего на земле. Сколько святынь было уничтожено! Мне один пожилой человек рассказывал, что когда храмы закрывали, сжигали, взрывали в Ярославле, иконы кидали в реку, и они текли на несколько километров, было видно, как они текут, а на берегу стояли красноармейцы, пьяные, и забавы ради стреляли в тех женщин и детей, которые хотели хоть какую-то икону сохранить, отгоняя их от воды. Сказали вместе союзники их в сердце своём, то есть единомышленники, враждебные народу Божьему, таких союзников было много у советской власти. Мы знаем, как на американские деньги, как на немецкие деньги опрокидывали Российскую империю, как Британия подсуетилась, чтобы втащить нас в бессмысленную войну. Сказали вместе союзники их в сердце своём, придите, прекратим все праздники Божия на этой земле. И действительно делались попытки. Боролись с Пасхой, боролись с Рождеством Христовым, боролись с Крещением. И ныне в некоторых местах это продолжается. И Афанасий Великий пишет, то есть истребим истинно богопочтение, как бы говорили они, подзаконное богослужение, истребим всё. Здесь аллюзия с плачем Еремии, 2 глава, 6 стих. И они кричат, знамений наших мы не видели. Это верующие кричат от ужаса, потому что праздники запретили. Нет более пророка, нету старца, и нас уже не знает он. То есть Бог как бы забыл нас. В переводе у Преосвященного Порфирия «И нас уже не знает он, Бог Израилев». «Доколе Божий будет поносить враг?» Мы уже устали, как бы восклицает псалмопевец. «Доколе Божий будет поносить враг?» Один режим сменяет другой. Февральский режим 1917 года предал государя-императора, взял под арест царскую семью. Борсевийский режим октября 1917 года погубил царскую семью. Идеалы февральской революции, буржуазной, восстановленной в 1991 году, большевистская 70-летняя ига наподобие Вавилонского. А когда же мы, русские, будем заниматься нашими духовными делами? Когда знамена наши выставим, чтобы русский ветер полоскал, отмывая русское небо святыми хоругвями? Знамений наших мы не видели. Нету в боли пророка. И нас уже не знает он, Господь. «Доколе Божий будет поносить враг?» Какое злословие на духовенство? На епископат? На князей и апостолов церкви? На патриарха? В законе Божьем сказано, начальствующего в народе твоём не злословь будет раздражать противник имя твоё, то есть имя Божие до конца. То есть в своём богохульстве эти люди не остановятся. Почему ты, Господь, отвращаешь руку твою и тесницу твою от среды недра твоего до конца? Афанасий Великий, почему не подаёшь нам благ, скрываемых в твоём недре? Ведь ты можешь это сделать и защитить нас. Бог же, царь наш, прежде века, соделал спасение среди земли. Ты и створил эту землю. Ты утвердил силой своею море, Загобен пишет, поставил его стеною по правую и левую сторону. Это книга Исход, 14-22, когда они выходили из Египта, и за ними погнались язычники. Ты утвердил силой своей море. Ты сокрушил главы змеев в воде, когда египтяне последовали. Ты сокрушил главу змия, то есть победа над змеем-фараоном, над его воинством, как бы битва со змеями. Дал его в пищу народам эфиопским. Святитель Афанасий и блаженный Феодорит разумеет под змеем Египет и победу над ним и эфиоплян есть другие подобные истолкования, близкие по контексту. Эфиопляне выступают в псалмах Давида, те, которые поклоняются Богу, те, которые одерживают победу над змеем-фараоном. На самом деле здесь некий игра слов. Дело в том, что когда мы читаем в книге исход, что Моисей превратил жезл в змея, некоторые допускают, что слово змея надо переводить словом крокодил. А почему это так важно? Дело в том, что один из титулов фараона Египта крокодил могучий, величественный и божественный. Поэтому возможно, что в псалме имеется в виду именно крокодилы, крокодилы, то есть египтяне, известные своей кровожадностью, которые наскакивали на народ Божий. И далее мы читаем «Ты исторг источники потоки, ты иссушил реки сильные». О чем здесь говорится? С одной стороны, здесь может говориться о том, что источники познания и потоки наставлений прекратились, иссушились реки слов откровения, потому что слова текут как реки, то есть народ оказался в тяжелой ситуации, когда нету доступа к откровению. Твой день и твоя ночь, то есть ты одинаково контролируешь и добро и зло в этом мире, ты устроил зарю и солнце, все в твоей власти, в твоей власти послать зарю и прекратить ночь, взойдет солнце и будет торжествовать. Ты установил все пределы земли, пределы земли можно предположить вместе с Юнгеровым, есть различные климатические условия, но пределы земли можно предположить, что Бог дал каждому народу некие табу, предписания, запреты, вложил как бы законы в их сердца, об этом пишет апостол Павел, язычники не имея закона, по природе законы и делая, всем самым обнаруживают, что закон написан в их сердцах. Лето и весну ты устроил, здесь как бы ближе подходит к первому объяснению, что пределы земли это разные времена года, вспомни это, то есть для чего ты это устроил, ты это устроил для жизни человека на земле, не забывай об этом, помни об этом, как бы воскресает псалмопевец, враг поносил Господа, и народ безумный раздражал имя твое, враг это дьявол, который не решается сам поносить Господа, он делает это через народ безумный, чтобы они раздражали таким образом имя Господне, не предавай зверям душу исповедующих тебя, душ убогих твоих не забудь до конца, это молитва о том, чтобы враги церкви во всей своей звериной ярости не набросились на нас, не предавай зверям душу исповедующую тебя, душ убогих твоих не забудь до конца. Действительно, Господь промышляет о всем творении, прежде всего о верующих, которые все свое поваде возлагают на него. Возри на завет твой, ибо мрачные места земли наполнились домами беззаконий. Дома беззаконий это блудилищные дома, дома разврата, которые в те древние времена одновременно были языческими капищами, ибо разврат носил некий ритуальный характер. И молодые девушки, и молодые юноши, отарки, отарковицы отдавались на блуд в этих домах, за это им платили деньги, но они отдавали эти деньги на содержание этого капища. Вот такая бесовская игра была. «Не предавай зверям душу исповедующих тебя, душ убогих твоих не забудь до конца, возри на завет твой, ибо мрачные места», то есть это места, где совершаются преступления, мрачные можно понять и малоосвещенные, как овраги какие-то, ущелья, то есть куда свет не проникает, это имеется в виду дома, в которых не изучают закон Божий, ибо Тора, закон, само это еврейское слово, имеет корневую основу Ор, а Ор это свет. Давайте посмотрим, как 20 стих читается с еврита. «Взгляни на завет, ибо земные потемки полны пристанищ кривды и выше. Не отдай стаи вражеской душу твоей горлице, горлице, это церковь. «Не отдай стаи вражеской душу твоей горлице, общину бедных твоих не забудь навечно, взгляни на завет, ибо земные потемки полны присталищ кривды». А так как пристанище привды это дома беззаконий, то под кривды надо разуметь, что извращение. То есть не просто дома беззаконий, а то, что в них творится содомский грех. И далее. «Да не останется смиренный посрамленный, тот, который с надеждой ожидает помощи от Бога. Нищие и убогие восхвалят имя твое». А возникает вопрос, а за что же нищие и убогие восхвалят имя Божие? Потому что Господь посылает нам и достаток, и посылает нам и нищету. Мы все должны научиться принимать из рук Божьих, и за все благодарить Его, если так мы поступаем, мы поступаем правильно. Как апостол Павел пишет, что он учился жить и в достатке, и в нищете, и за все благодарить Бога. И последние два стиха «Восстань Божий, реши дело», по-слабянски, «реши суд прю», то есть вступить в процесс за свой народ. «Восстань Божий, реши дело твое, вспомни о поношении тебя, бывающим от безумного всякий день». А тут «безумный», «безумный» это неверующий написано. «Сказал безумец сердце своем нет Бога. Не забудь глаза молящихся тебе, гордость ненавидящих тебя непрестанно поднимается». С одной стороны призыв, чтобы Господь помнил о гласе молящихся и обращал внимание на гордость, которая поднимается. То есть она увеличивается в этом мире и действительно мы не верим в какой-то прогресс, скорее всего мы, христиане, верим в прогресс, который особенно в нравственном и моральном смысле воцарится во дни. Антихриста этого самого мощного гордеца. КОНЕЦ КОНЕЦ